Привет, друзья! С вами Рина Пинтонидо с предпоследней серией своего риэлторского сериала. Видите, как к концу сериала как-то и название к нему придумалось. Я рассказываю вам о том, как нужно сдавать и как нужно получать лицензию риэлтора в Соединенных Штатах Америки, в штате Флорида, где я сейчас в настоящее время проживаю. И мы с вами продолжим. Ну, раз я сказала про штат Флорида, могу сказать вам такой вот нюанс. В каждом штате существует своя лицензия, существуют свои правила ее получения. Поэтому я не зря вам долблю мозги о том, что о Флориде. Именно потому, что существуют свои какие-то нюансы. То есть, может где-то будет требоваться гражданство, может где-то будет требоваться резиденство или что-то еще. У Флориды есть, по-моему, с шестью другими штатами соглашение, что переезжая из штата в штат, ты можешь там подтверждать свою лицензию, будем так говорить, не с нуля, а по такому укороченному графику. То есть, ты можешь там сдавать экзамен только по законам непосредственно того штата, куда ты приехал. И этот экзамен всего 40 вопросов, и ты должен его сдать 75% правильных ответов. Это я вам хотела сказать, и вот я вам рассказываю о том, как я, значит, пришла сдавать второй раз, сдавать тест. Первый раз у меня получилось так, что я туда дошла, а меня даже в комнату не пустили. Но будем считать, что это был первый неудачный раз. И я забила дату, мы переназначили, я заплатила еще раз 31 доллар за прием экзамена. И я пришла туда. Первый раз я была там, у меня в 7.30 должен был начинаться экзамен. То есть, это как раз это все дело открылось, и они приходили туда. Во второй раз я уже дурой такой не была, в 6 утра там вставать. И я поехала туда к 10.30. Я приехала, когда экзамен уже шел. То есть, кто-то выходил, кто-то заходил, вот так вот там такая вот карусель шла. Тесты там принимают не только риэлторские. Там тесты принимают, все государственные тесты на все какие угодно лицензии есть. Строительные, юридические, медицинские, какие угодно. Кто-то там идет и без калькулятора, без ничего. Кто-то без словаря, если это английский язык. Они вообще вот так вот идут и просто тыкают там пальцами. То есть, тестов там огромное количество. Я пришла, поскольку я уже все принесла, все документы правильно принесла. С школы онлайновской принесла до заключения, что я закончила эту школу. Что было интересно? Они сфотографировали. И там же я вам показывала вот на этом тесте. Там есть фотографии. То есть, без дураков. Даже если ты там приходишь за кого-то сдавать, нифига. Фотография твоя должна быть. Там росписи твоей недостаточно. Они проверили карманы. То есть, ничего у тебя не должно быть там в этих карманах. Тебе дается время. Вот в моем случае это время было 3,5 часа. За это время, если ты хочешь пойти в туалет, сходи. Но время тикает. Когда ты выходишь в туалет, у тебя снова проверяют карманы. Ты ни с кем не должен разговаривать. Там все очень жестко. Никто не должен из родных, близких заходить туда. В общем, все это очень и очень серьезно. Это все-таки государственные лицензии выдаются. Поэтому там не хухры-мухлы. Со словарем, со своим, они проверили снова. Посмотрели, чтобы там не было никаких пометок. Чтобы ручкой там ничего не было дописано. Ничего. Они даже смотрят калькулятор. Потому что, чтобы в этом калькуляторе не было выхода в интернет. Какой-то что-то там еще. То есть, это должен быть простой калькулятор. Совершенно плюс-минус равно. Я когда зашла и села. Мне еще Джон с утра говорит, ты не волнуешься? Может, потому что это возраст. Я перестала волноваться. Может, потому что я поняла, что в конце концов от судьбы не убежишь. Я знала, что я все равно это сдам. Сегодня, не сегодня. Какая разница, я это сдам. Я абсолютно не волновалась. Я просто немножко раньше проснулась. И уже потом уснуть не могла. Ну, вот так сказать, чтобы тремор какой-то там. Руки тряслись. Нет. Она меня посадила. Ввела там пароль логин. Открыла мне тест. Перед тестом там было написано. Там всегда у них написано объяснение. Что как. На какие кнопки жать. Там задаются какие-то вопросы. Вопросы на понимание. Я это все дело спокойно прочитала. На что там жать и как. И потом, когда пошли вопросы теста. Во-первых, я с первых вопросов поняла, что они легкие. Будем так говорить. Они не легкие, как по окончанию каждого урока. Но они достаточно легкие. Не такие заковыристые, как были вопросы на эндкурс экзам. Потом я боролась за каждый вопрос. И я, когда прошла 20 вопросов и увидела, что прошло всего 20 минут, а я прошла 20 вопросов, я себе, там была возможность убрать вообще часы. Не смотреть на них. Я себе их поставила, потому что мне нужно, когда я контролирую время, я понимаю, что я делаю и как. Я шла по этим вопросам. Когда я понимала, что я перестаю понимать текст, усталость какая-то, то есть синусоида как-то пошла вниз, я останавливалась, себя останавливала, говорила, что мы не будем торопиться никуда, что каждый вопрос для нас важен. И искала вариант ответа. Могу сказать, что снова эти вопросы не повторялись. Это были какие-то другие вопросы. Но поскольку я уже вам до этого говорила, что я была хорошо подготовлена, я спокойно к этому относилась, к тому, что они не, пускай и не повторяются, не важно. Я искала правильный ответ. Я уже знала тему. В словарь посмотрела я, ну я не знаю, может 10-12 раз я за 100 вопросов посмотрела в словарь. Не важно. То есть мне нужно было и то в том случае, когда мне хотелось быть уверенной в значении того слова. Я могла понять его по смыслу. Но для меня вот здесь было смысла недостаточно. Мне нужно было четко знать этот перевод, какой перевод этого слова. Я прошла где-то за 2 часа, я прошла все вопросы. И потом я сама себе подумала. Вот 100 вопросов я прошла. И сама себе подумала, ой, я так хорошо все это дело прошла. Зачем? У меня закрался, думаю, надо перепроверить. Думаю, зачем? Я так хорошо. Нет, надо перепроверить. Я отщелкала эти все вопросы назад до первого и стала перепроверять. И вот вы знаете, это было вот интересно для меня, что при том, что я изначально, вначале я считала, что я все правильно ответила. И вдруг я вижу, а в этом вопросе там было написано, какое из высказываний некорректно, а у меня галочка стоит, какое корректно. То есть я не поняла суть вопроса, или поняла, а потом упустила как-то. Я стала исправлять. И когда я стала исправлять, и когда я исправила где-то 5 или 7 вопросов, я исправила по второму разу. Я думаю, какая я молодец. И на это исправление у меня ушел еще час. Представляете? То есть я читала, я вчитывала все эти вопросы и что-то исправляла в них. Или не исправляла, я понимала, а это правильно, а это правильно, а это правильно. Математические вопросы вообще не считала. То есть я не перепроверяла. Что их перепроверять, если там все понятно? Когда я, значит, дохожу обратно до сотого вопроса второй раз, кликаю next, и у меня открывается 101 вопрос. Думаю, что за фигня? Времени 25 минут остается, 101 вопрос открывается. Я зову тьютера и спрашиваю, а что такое? У меня должно быть 100 вопросов. Она говорит, нет, нет, у вас должно быть 103 вопроса. Твою мать! Я давай тогда смотреть, время тикает. У меня еще три вопроса. Мне еще надо на них как-то ответить. Одна радость была, что вот эти три вопроса, они были математические. А как я вам уже сказала, математические для меня это мой конек. Но первый вопрос, вот реально, я смотрю на него, и я понять не могу вообще, я не могу понять, что меня спрашивают в этом вопросе. И тогда я пошла от противного. Я стала из четырех вариантов ответов, я стала математическим способом выбирать, какой же из них правильный. Я нашла, я нашла этот вариант. Я не поняла до сих пор, что меня спрашивали, ну, по крайней мере, я что-то отметила. Я, значит, я, значит, подметила это все, дальше кликаю. У меня, значит, дальше выходит тест, такой вот опросник, как проходил сам тест, как вы, насколько удобно вы там зарегистрировались, как вас встретили, какие правила, как вот сам действие на экране, как работает сам вот этот центр. В общем, очень много вопросов, которые касались непосредственно вот этого теста. Я на них ответила, и потом я себе спокойно их кликаю, они меня спрашивают, вы хотите там посмотреть что-то? А надо было посмотреть. Но я занервничала, думаю, не буду, сейчас посмотрю, там вдруг не на ту кнопку нажму, и там напишут мне, что я там не сдала, и я расстроюсь, не надо. Я вообще не смотрела ничего, нажимала continue, 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 и потом раз, у меня экран открывается, нормальный экран. Вот такой, как был, когда я пришла садиться на тест. То есть там этот логин какой-то надо ввести, пароль. Я, значит, встаю выходить. Они говорят, а что вы сами выходите? Я говорю, да, дверь открыта, я и пошла. Нет, вот там должна, значит, тьютер посмотреть, проверить. Тьютер смотрит, проверяет. Вторая сидит менеджером уже за пределами вот этой тестовой комнаты. Она сидит и говорит, а вы закончили тест? Я говорю, да, я и после теста закончила это все. А не вылезает из принтера мой тест. Она, ей, значит, это говорит, может, там бумаги нет в принтере. Она смотрит, не, бумага есть, все нормально, добавила бумаги. Тест не вылезает. Она уже звонит кому-то. Я слышу, она говорит о том, что делать, не вылезает тест. И тут потом она говорит, не, не, never mind. То есть, ладно, не обращай внимания, все получилось. И я поняла, что мой тест вылез. Вылез мой тест. Она, значит, мне его дает рубашкой наверх, пустым наверх. Это говорит о том, что сдача теста, это дело конфиденциальное. То есть, ты можешь его никому не показывать. Я не должен никому не показывать. Я же беру этот тест, а я уже без очков, я уже ничего не понимаю, где там что смотреть, где не смотреть. Я говорю, все, объясните мне, что здесь. Она говорит, ну вот, смотрите под фотографией. Я смотрю под фотографией, там написано pass. Я говорю, это pass, это значит, я прошла. Она говорит, да, да, это значит, вы прошли. Я говорю, а что делать дальше? Она говорит, а вот у вас вот тут вот по тексту, да, в тесте, у вас написано, что нужно делать дальше. Я тогда думаю, ну, я тогда счастливая и довольная. Выхожу, смотрю уже буквально минуту назад от Джона был звонок. А поскольку все мы, все сумки мы там сдавали в такую камеру хранения специальную, а вот там не слышно было, и отключали телефон, и я смотрю, значит, что был звонок, и звоню Джону, и говорю о том, что да, тест я прошла. И такая счастливая, и даже не понимая о том, что вообще, что я сделала и что я прошла, я приехала счастливая домой, рассказала Джону. Еще никому не рассказывала вот от начала до конца, как я это проходила. Никому, только вам первым об этом рассказываю. Так что с вами с первыми делюсь. А последнюю серию свою я хочу посвятить тому, что же будет дальше, что я должна делать дальше, и как я должна делать дальше, для того, чтобы уже подтверждать свою лицензию и прочее, и прочее. В общем, осталась у нас с вами последняя серия, которую я рассчитываю. Вы тоже посмотрите с большим интересом. А с вами была Рина Пинтонида с риэлторским сериалом. Если есть какие-то вопросы, пишите, с удовольствием отвечу. Если понравилось, ставьте лайк. Ну и до нашей следующей встречи. Пока-пока.